В этом видео мы будем говорить о новой убийце Лили, мифическом бравлере, ее атаке, ульте, гаджетах и пассивках. А также в этом видео столкнем ее со всеми бравлерами в игре Броу Старс и посмотрим, что с этого получится. Всем привет, с вами Аурум, это Снэк Пик номер 2, усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку. По-любому возьмите что-то вкусненькое, у меня нет, но вам этого очень сильно желаю. Ребятки, Лили, новый мифический бравлер, который будет доступен уже очень-очень скоро в игре. Сегодня ее протещу, покажу вам, но перед этим прожмите пожалуйста прямо сейчас лайк, подпишитесь на канал, а также введите код Аурум в игре Броу Старс. Лили, мифический бравлер, убийца, тяга к запретным знаниям и черной магии привела Лили в зачарованный лес, где происшествие с участием светлячка и хищного растения навсегда изменило ее жизнь. Да, действительно, Лили реально похоже на некое саитие светлячка, хищного цветка и, наверное, человека. В итоге получилось как-то так. У Лили уже есть скин, который называется клубничная Лили. И вместо хищного цветка в саитии со светлячком была клубничка, наверное. Анимация победы очень яркая, Лили как будто стреляет своей ультой в конце. А вот и анимация поражения, когда она проигрывает, действительно очень сильно расстраивается. Атака, острый шип, Лили делает выпад вперед, нанося урон своими шипами. Лили это ближник, дальность атаки малая, скорость перезарядки очень высокая, но при этом один заряд. Скорость движения, Лили очень быстрая. Действительно, она наряду со самыми быстрыми бравлерами в игре Brawl Stars. Но и здоровье у нее при этом 8400. Ульта называется Явление. Лили бросает по прямой одно семечко. Если оно попадает в противника, Лили телепортируется, оказываясь позади него. Ульта действительно очень интересная. Ульта бросается не моментально, это занимает какое-то время. И если она не долетает до соперника, то Лили в это место не телепортируется. В этом случае, кстати, очень интересно посмотреть взаимодействие P2P бравлеров. Потому что если Лили телепортировалась кому-то, то ей еще придется с ним сражаться. И вот очень любопытно, как она будет себя вести один на один со всеми бравлерами в игре Brawl Stars. Так что посмотрим. Также Лили заряжает свою ульту, когда находится рядом с противниками. То есть да, ульта заряжается от атак. Но просто находясь рядом с соперником, ульта тоже будет заряжаться. Звездные силы. Первая пассивка. Колючка. Следующая после телепортации к рагу атака наносит на 1200 единиц урона больше. Вторая пассивка. Настороже. Скорость передвижения Лили увеличивается на 15%, если в области заряда ее супера находится враг. И мое самое любимое у Лили это гаджеты. Первый гаджет. Исчезновение. Лили переносится в Царство Теней на 3 секунды. Кстати, любопытно узнать, если Лили в момент того, как вражеский Корделиус телепортирует Царство Теней твоего тиммейта, тоже телепортируется, она будет в этом измерении или в другом? Напишите свои догадки в комментариях. Досмотрите это видео до конца и увидите этот эксперимент. Второй гаджет пересадка. Мне кажется, его телепортировали с Plants We're Zombie. Траектория следующего супера Лили меняется, позволяя ей телепортироваться к цели. Простыми словами, как видите, Лили может перебрасывать преграды, а не по прямой линии стрелять супером. Причем даже если Лили не попадает по врагу, все равно туда телепортируется. А вот так выглядит иконка Лили, спрей и множество значков. Ну что ж, ребята, теперь давайте сравним Лили со всеми бравлерами в игре Brawl Stars и посмотрим, что она будет делать, насколько она будет эффективна, когда телепортируется к своему врагу. Сможет ли она победить абсолютно всех своих соперников или с кем-то у нее будут очевидные объективные проблемы. Но перед этим, ребят, хочу напомнить, что у меня прямо сейчас проходит конкурс на супер новый мега скин Тары. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, ввести код Аурум в игре Brawl Stars, а также перейти по ссылке в описании в телеграм-канал и нажать кнопочку участвовать, перед этим подписавшись на всех спонсоров. Подпишавшись. Результаты 2 мая, впрочем, как и это день, когда вы получите один из 7 новых скинов. Прямо вот от разрабов получите и заберете, это прям официальный конкурс. А самое интересное, что скин официально в игре появится только на следующий день, 3 мая, то есть ты еще и станешь первым в мире обладателем этого нового скина. Короче, надо участвовать, сто пудов. Ну что ж, ребятки, давайте посмотрим, с кем сможет справиться наша новая Лили. Шелли, смотрим, Шелли, Шелли, внимательно. У Шелли остается 20 хп, боже, невероятно, 20 хп. Лили не смогла уничтожить Шелли, хотя там ничтожные 20 хп. Напомню правила. Правила у нас довольно простые. Кобойская система. Кто выживает, тот и забирает балл. На данный момент у нас 3-0, и что-то как-то это вообще нифига не весело. Против була, что давайте смотреть против була. И отлетает бул, это первый фраг на стране Лили. И напомню, что Лили ближник, и в то же время ульта у нее как бы телепортирует Лили к любому бравлеру, в которого она попадет ультой. Но вот незадача. Как много бравлеров и каких именно Лили сможет запвпшить? Само собой, в реальной ситуации хп может быть у вражеского бравлера неполное. Лили сразу быстро не может выпустить, например, 3 тыки, как другие бравлеры. Потому что у нее как бы одна тыка, и она перезаряжается довольно долго. То есть на самом деле, вот по ощущениям, когда ты играешь, не кажется супер бафнутым персонажем. Кстати, не забывайте вводить кода урум. Спасибо большое. В магазине можно ввести где угодно. Короче, вводите. Спасибо большое. Очень даже кстати. Кстати, хочу сказать, что напомнить, что конкурс, конкурс, ссылка в описании на конкурс. Обязательно участвуйте. Целых 7 скинов Тары. Новые скины Тары. Это нельзя игнорировать. Реально не игнорируйте, забирайте. Кстати, здесь сейчас у нас в Олимпиаде можно лицезреть гигантское количество новых скинчиков. То есть это приятно. Вот реально глаз радуется. Кстати, этого Рика помните? Это безумие. Это не Рика, это просто фантастика. Так, ну что ж, Дэрил, Дэрил. Итого у нас счет 8-5 в пользу бравлеров. Лили, ой, 9-5. Лили проигрывает, но в целом не все уж так уж и плохо. Как бы, с другой стороны, нам надоели, правда же, новые бравлеры, которые пвпшат всех подряд. У Лили уникальный гаджет, кстати, есть. Вы хотите же, да, досмотреть до конца, чтобы увидеть, что там у нас по параллельным вселенным. Они как бы у нас разные или они реально одинаковые. Это действительно очень сильно любопытно. Поэтому давайте доживем до конца и узнаем, что уже там и как оно дела, в общем-то, обстоят. Так, Бо. 10, 11, 11-7, 11-7. Ну, тоже неплохо. Эмс, эмс, а ну-ка, что с эмс, эмс? Эээ, 2400. Кстати, заметили, что у большинства бравлеров получается так, что хп кратное 2400. То есть, это значит, что в конце очень часто случается, что именно 2400 хп остается и Лили с этими бравлерами справляются. Иногда не справляются, но не суть. Так, Пэмушка. Пэмушка минус. Окей. Дальше Фрэнк. Крэнк Ебой Окей, биби 14,9 Расстояние очень сильно увеличивается 15,9 Почти, 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 почти в два раза О нет, Лили так просто не отпускает 15,10, господа 15,10, не все так просто Тык, 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 тык 17,10 18 Так, а что с Громом? 18,11 Бонни, Бонни надо проходить Бонни надо проходить Бонни надо проходить И да, проходит Бонни Проходит Бонни Так, Гейл Смотрим на Гейла Бывший первый хроматический бравлер Кулет Бель Гейл Мэйзи 22.15 22.15 И у нас Еще становится 23 И уже 15 Хэнк Удувает большой пузырик Еще больше пузырик Перл Ну и собственно ребятки Все как и ожидалось 24.15 Полной доминации Нашего нового бравлера нету Лили действительно не может Абсолютно полностью Уничтожать всех подряд бравлеров Но большинство она Ну не большинство, а большое количество Она может уничтожить В то же время Реально очень сильно скиллозависимый Персонаж, потому что Ну представьте себе В ближней атаке она должна еще сблизиться С соперником Но вот на данный момент 27 Соперников ее бахнут Хорошо, ульта Накопили ульту Окей Но ульта Это как у Джина Знаете, Джин просто Притаскивает к себе А Лили сближается с этим конкретным персонажем Там это еще попасть надо Да, теоретически можно предположить Что в гемах Это может быть вот Как в старые добрые времена Там последний билетик Когда у команды Команда вся собрала гемы Один какой-то персонаж Собрал гемы Уходит на базу И тут Залетает Джин Лили теоретически может попробовать Так же сделать Ну во-первых Она сама телепартнется на базу Там этого персонажа еще будут охранять Но и в соло Она не факт, что его уничтожит Вот Конечно все зависит от хп Да, действительно Если тиммейты Например Надымажили Какого-нибудь чувака И тут Лили залетает Дымажит Кайф там Пассивки, гаджеты И так далее Ну да, возможно Но Все-таки Не супер Непобедимый персонаж Да Вот Напишите ваше мнение Мне реально очень интересно Узнать ваше мнение в комментариях Как вы считаете У нас еще Помимо Лили У нас еще и следующий Граблер-то есть Да У нас на подходе Легендарный Браблер Так что Вот Но Механика Лили Мне очень нравится Особенно ее гаджет С В общем Вторым изменением Измерением Или как это можно называть Это Это пушечная история Так Бастер Бастер Ребятки Мы уже В общем-то Подвигаемся На финишную прямую На финишную прямую Мы подвигаемся Грей Окей Окей И 3000 хп Нет 36 22 36 22 Арти Арти Так Виллу Так Ну вот здесь Забирает 37 23 Хорошо Так Чак Мммм Жестко Чак Чак Чарли Чарли Отлетела Это имбовая Черлюха Мико Обезьяна Ну обезьяна Постучит по голове Знатно Но смотри Что происходит Атыки Закончились И в общем-то Здесь преимущество Спайк Любимый скин Всех Какашульников Какашуля Спайк Кроу Мы кстати уже Перешли к легам Неожиданно Очень быстро Кроу Счет уже 39 27 Само собой Мало что Может спасти Лили Но в целом Взаимодействие Мы с вами Увидели Так И Амбер Амберушечка Хорошо Мег Да Ты что Ну почти Почти Реально Ребят Почти Кстати Щит Смотрите Сколько Съел Урона Серч И Корделиус Вот с Корделиусом Самые Интересные Схватки У нас Впереди Кит Мелоди Ну что ж Ребят Результат На табло Сами В общем то Все видите Пишите в комментариях Как вам Этот Новый Бравлер Я могу сказать Что механика Реально Интересная Но в то же время Это явно Скиллозависыми Персонаж Ну а теперь Давайте посмотрим Че там по Корделиусу Итак Давайте представим Идеальный эксперимент Против вас Играет Корделиус За вас Играет Рандомный Перс И тут Корделиус Забирает Этого Вашего Тиммейта В постусторонний Мир В параллельное Измерение Вопрос такой Гаджет Сможет ли Перемести Вас туда же Или Он переносит Куда-то Вас в другое Место И ответ Да Ребят Да Вы попадаете Туда же Где ваш Тиммейт И где Собственно Корделиус Вы реально Бежите Спешите ему На помощь Это прикольно Потому что Раньше такая способность Была только У Корделиуса А теперь Лили Может туда Телепортануться Вопрос номер Два Если Одна Лили Например Против вас Играет Тоже Лили Да Если Вы Можете Прожать Гаджет И телепортануться В параллельное Измерение То Другая Лили Тоже Может К вам Присоединиться Или У нее Другое Параллельное Измерение И ответ Да Вы попадаете В одно Параллельное Измерение То есть Представьте Если В вашей Тиме Есть Карделиус В вашей Тиме Есть Лили И В противоположной Тиме Тоже Есть Такие Персонажи Вывод Да Это Будет Очень Очень Весело Ребятки В общем-то На сегодня Это все Спасибо Что Смотрели Это Видео До Конца Подписывайтесь На канал Прожимайте Лайки Обязательно Вводите Код Аурум А завтра А завтра Спойлер Нас Ждет Еще Один Сникпик И Как Вы Думаете Про Какого Персонажа Пойдет Речь Все Правильно Вы Очень Смышленые Вы Круто Догадались Всех Обнял С вами Лаурум Удачи Ребят До Завтра